Я против, то есть, этих культурной апроприации, пляски в кокошниках и... Культурная апроприация кокошников. Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Русофобия Бояршиновых». Да, кто бы мог подумать, что советские либералы окажутся русофобами. Невероятно. На самом деле, про русскую идею я уже рассказывал. Есть гораздо более интересное симптоматичное видео, я просто так чисто могу его показать, без каких-либо даже комментариев. Вот просто даже, знаете, потому что комментарии здесь в некоторой степени даже излишни, что ли. Ну и насчет национальных государств, просто есть такой... О, это же веган, с которым я дебатировал. Такой штамп, что Россия у нас, национальное государство, если сравнивать с Россией по количеству в ней русских, она не очень похожа на национальное государство. А что вы такие русские? Расскажите мне, пожалуйста, мне очень интересно. Так начинается. Я всегда когда-нибудь слышу, когда-нибудь говорят про русских, я всегда интересуюсь. Вы все равно говорите... Ну это типа этнос такой. Вы на русском языке и являетесь носителем одного культурного кода. Культурный код, прежде всего, конечно же... То, что все люди, которые в России живут, являются носителями одного культурного кода, то, что у несчастного вегана и, собственно, специфической дочки Бояршинова один культурный код, вот с этим я бы как раз поспорил. Потому что мне как раз кажется, что культурные кода у них очень разные. Даже если учесть, что что-то может вырезано быть из контекста. Ну и степень владения русским языком, она тоже может быть разной. Прежде всего, это язык, история и русская литература. Он забывает, потому что он веган и из-за отсутствия нормального питания, видите, он плохо соображает. Все, в принципе... Давайте русскую литературу никто из моих русских студентов уже не читает, единственные знатоки обычно... Эээ... Она еще что-то преподает. Ой, какой, какой, какой кринж. Да. Видите, никто не читает русскую литературу. Ну и правильно, ничего. Русская литература это мальчики-спортсмены из Дагестана, которые шли на медали, читали эту русскую литературу. Это обычно единственные люди, которые... Я смотрю сейчас. Это самопозиционирование. Естественно, никто не вправе отобрать у вас право считать себе не русский. Тем не менее, мы-то говорим о русских А русские люди, это как раз те люди, которые считают Я все время, когда смотрю на русских Где эти русские люди? Потому что юг России Он отличается от севера Среди русских людей, которые все А почему она так эмоционально вовлечена в это? Ну, то есть, типа, если русских нету Ну, нету и нету, а что бомбить-то? Прекрасные и красивые люди разного достатка Безусловно, да Есть ли среди русских людей те, кто не хотели бы Связывать свою жизнь с определенной частью Других русских людей? Безусловно, да Тем не менее, когда у русских людей Подождите, ее триггерит само слово, что ли? То есть, просто, как бы Когда он, ну, то есть, когда он просто Происносит слово русский, она начинает бомбить Потому что ей само слово не нравится То есть, это примерно как реакция Адольфа Гитлера на слово евреи Прошу Каких русских людей? Вы просто покажите мне на этих русских людей Только не в фантазиях пристигите, пожалуйста Не в фантазиях пристигите, пожалуйста Ну, то есть, если ты нормальный этнолиберал, да Вот такого, собственно, семитского происхождения Ты считаешь, что русских нету Ну, типа, их нету и все Зачем, зачем бомбить, махать руками Такое ощущение, что она взлететь пытается Или она накрасила ногти И сушит лак таким образом То есть, почему? Почему такая реакция? Я за лозунг Кровь, нация, свобода Нет, безусловно, нет Я просто предлагаю Уважать право русских людей Называть себя русскими людьми Точно так же я предлагаю право Право эльфов вы предлагаете Бля, ёкарёжит Я молчу Я понимаю, что он называет себя русскими людьми Мы имеем это право такое Но всё-таки не совсем понятно То есть, вы хотите создать русскую наку И, там, я не знаю Перед нами советский человек в собственном соку Есть такое Да Слушайте Борис Сергеевич ничего не знал Как бы В семью пробрались враги Да, я против То есть, эти культурные аппроприации Пляски в кокошниках Простите Использование, там, попав Которые не принят Культурная аппроприация кокошников Какое же золото родилось у Бориса Сергеевича А я всё время думал Почему Борис Сергеевич Такое грустное лицо Ну что я могу сказать Борис Сергеевич Это ваш крест Как бы И вам придётся его нести Ну, не знаю Насчёт славянки Я бы, на самом деле, поспорил Не, ну русский Это типа название народа Ну, вообще странно, что её не триггерит От, типа, слова славяне Ну, типа, да Понимаешь, в чём дело Но при этом она говорит, что она славянка Ну, то есть Ну, окей Не, ну это, в принципе, её самоопределение такое Даже вы, несмотря на русофобские заявления Которые вы сделали Я не русофоб Русофобы, это вы Русофобы Это все русские националисты Они жуткие русофобы Они боятся выходить к людям Ну, такое русофобия Если сказать, что русских не существует Это не русофобия Но тем не менее А вы нас все загоняете В огромное быдлячье вот это вот понятие Что мы вот русские А почему она думает, что русские Это быдлячье понятие Ну, то есть Если с точки зрения Как бы с точки зрения Вот этой прекрасной девушки Русские это быдлячье понятие Ну, так получается Она и есть русофобка Потому что она Как бы проводит ассоциацию Что русские это быдло То есть Как бы русским называться плохо Её коррежат от этого слова То есть, по сути По сути, это этнонационализм Так выглядит В принципе, здесь можно вспомнить Ролик, значит Прекрасного Майкла Наки Который говорил о том Что этнонационалисты Это люди с хуевым мозгом И, в принципе Вот, глядя на дочку Бояршинова Ну, действительно Она как бы живая иллюстрация Подтверждающая слова Майкла Наки Что этнонационалисты Это глупые люди Ну и какое-то А прилагательное Там я сибиряк Русские это Неприлагательное, кстати У Крылова Покойного На эту тему были Тейки Достаточно развернутые Что русские Это неприлагательное Я не знаю Где и что Она преподает Но она даже не знает Что русский Это неприлагательное Бля, она настолько безграмотная Что она начинает с ним спорить На тему Является ли прилагательное Слушайте, а где она преподает И что она преподает Мне просто интересно Потому что Ну Это пиздец Понимаете Я не знаю Может это ПТУ Какое-то По-моему Просто Ну дочка Бояршинова Она не очень Умная Девушка Мягко говоря Очень Очень деликатно Говоря Она не очень умна Но учитывая Как бы взгляды Собственно Бориса Сергеевича То, что он не иронично Верит в гомеопатию И в то, что Левоглазость И правоглазость Определяют Тип письменности И тип мышления То может быть Это несчастная Она просто воспитывалась Вот в такой семье И поэтому У нее такие взгляды Да, у русских нет А славиней есть Шуе Там еще по тексту У нее дагестанцы есть Хотя там куча народностей Именно дагестанцев На самом деле нет А русских нет Вообще С такими по дягу Разговаривать не надо Надо сразу Посылать или бить Так я делаю всегда Не, ну мы насилие Не одобряем, конечно А по поводу Разговаривать Да, я не очень понимаю Зачем это нужно Как бы Ну то есть Если человек Признает понятие Славяне Но не понимает Что русские Это один из народов Который входит В состав Понятия Которые Более общего понятия Которое Называется Славяне Что вот там Не знаю Там Поляки Украинцы Там Русские Ну и опять Можно сказать Что украинцы Это просто Там некая Субэтническая группа Тех же самых русских Что это все И есть славяне Если она этого не понимает Ну значит у нее Просто Как бы В ее образовании Серьезные пробелы Какие-то Либо само слово русские Оно просто ее Триггерит То есть у нее Ну как бы Есть такие Знаешь слова Маркеры Да То есть Вот ты можешь Допустим Сказать какое-то слово И носитель Определенной идеологии Он на это Стриггерится Потому что само слово Оно очень не нравится Вот Может быть Для нее такое слово Это русские То есть Это знаешь Это вот как у собак Да То есть Ты делаешь какую-то команду И собака Она определенную реакцию Проявляет В зависимости от того Что это за команда То есть можно сказать Фас И собака будет проявлять Агрессию Вот для дочери Бояршинова Такое слово Маркер Такое фас Это русские То есть может быть Когда ее отец Не гулял в детстве Он говорил Русские И она начинала Там набрасываться На прохожих И поэтому у нее Как бы такой Просто рефлекс Выработался Что нужно так Реагировать на это слово Что такое Что она делает Какой хошбар Я молчу Я молчу О что У вас негативное отношение К русским людям И то что Вы навешаете Какой негативное отношение Да нет у нас Никакого Почему все говорят Что у нас бомбит Когда у нас не бомбит Отключила Филфак МГУ Преподает в частном колледже В ранхе ГС При президенте РФ Ой бля Боже 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 Храня образование В России Не Но если у вас люди С таким IQ Оказываются Среди Педагогического состава Как бы Ну что я могу сказать Заебись Ребят Скоро Скоро Вы будете Лечить все болезни Подорожником Такими темпами Какой негативное отношение Какой негативное отношение Я готов убивать Настолько у меня нет Негативного отношения Не Ну это реально Реально какой-то Триггер Серьезный То есть А все что сделал Этот несчастный веган Он просто сказал русский И каждый раз Когда он это говорит Они взрываются просто То есть это реально Какой-то вот На подкорке сидит Что вот Когда они слышат Это слово У них просто Как бы Эмоциональная Реакция Какая-то То есть Я не знаю Может быть у них Какой-то это Кто-то Загипнотизировал их И внушил Что это слово Оно плохое И когда вы слышите Это слово То надо Кричать Там Размахивать руками То есть Это похоже На минутку ненависти У Оруэла Когда им показывали Этого Значит оппозиционера И они все там Кричали Плевались в монитор Говорили Как они его ненавидят Вот здесь Просто вместо Галдштейна Да Нужно говорить Русский И все Как бы И все семейство Бояршиновых Начинает орать Просто материться Просто загоняете В некий В некий загон И пишите табличку Это русские тут сидят Подождите А почему С точки зрения Бояршиного Старшего Русские Они должны сидеть В загоне Нет Я конечно понимаю Что человек Он всю жизнь В Советском Союзе Прожил Но Солдат Война Закончилась Все другие Солдаты Вернулись С войны Поэтому Остановись Ты можешь Выйти из загона Он больше Не заперт Это знаете У цирковых Животных Есть такое Что если Их долго Воспитывали В неволе И держали В узкой клетке Долгие годы То потом Даже если Эту клетку Открыть То эти животные Они настолько Психологически Правмированы Что они не могут Из нее выйти Не хотим мы сидеть Под такой табличкой Не хотим мы сидеть Под такой табличкой Нет Это действительно смешно Это похоже на то Как будто Это они Разыгрывают Какую-то сценку По ролям Господи Несчастные люди Я не знаю Почему надо Какой-то Создать термин Русские вы и все Да Человек-андатор Выдумал новый термин Русские вы и все Не ну почему и все Существует огромное количество Разных этносов Почему Почему сразу русские Ну в принципе Если Барик Сергеевичу Не нравится этот этноним Он может другой этноним Для себя Придумать Я не понимаю Почему они начинают Нервничать Орать То есть Что такого страшного То есть Он им всего лишь сказал Что русские Я не знаю Такое ощущение Что он их там Я не знаю Мерзавцами Какими-то Последними обозвал То есть Почему Почему так Барик Сергеевич Ну серьезно Что такое Почему вы волнуетесь Почему это нужно сделать Такой термин Почему это нужно сделать Такой термин Страшное ругательство Почему загон Такой сделать надо А в чем загон То состоит Я не вообще Понимаю В принципе Я вот советский человек Воспитан В традициях Интернационализма Да Не ну слушайте Когда советская власть Заявляла о том Что у нее получится Вывести Как бы новую общность Людей Как бы Хомосоветикусов Я даже не думал Что этот эксперимент Он пройдет Настолько успешно Посмотрите Они вывели Целое семейство Бояршиновых Ну как говорится Мы советские люди Это да Это я согласен Все И традиции Интернационализма Кстати Да Да В Совке был охуенный Интернационализм Когда народы Путешествовали В товарных вагонах Туда сюда Мне кажется Может быть Сходить на какие-то Курсы по этнографии Там значит Что типа Вот есть разные народы Там есть татары Есть башкиры А еще есть О ужас Русские Держите Держите Дочку бояршину У нее начался Эпилептический припадок От одного слова Русские жопа Взрывается Классный интернационализм Да Но вот это кстати Очень специфично То есть Человек настолько Интернационалист Что упоминание Определенных Этнических групп Является для него Триггером В этом и состоит Интернационализм В том чтобы Просто направленно Ненавидеть Определенные Этнические группы И говорить Что все люди Которые находятся Под Значит Некой Как бы Некой вывеской Обозначающей Их этническую Принадлежность Это значит Они встойле Они быдло Это значит Выдуманное Понятие То есть В этом Как бы состоит Интернационализм По логике Бояршинова Ну По этой логике Гитлер Он самый главный Интернационалист Ведь Вся история Советского Союза Это Интернационализм Да Там Пиздец Такой был Интернационализм Просто Просто Невероятно Понимаю Ну Борис Сергеевич Он не историк Ему Понятие Руссоцентризма Советской Истории История Историографии Я так понимаю Чуждо И непонятно Даже Что это означает Кто-то Дебил Ну Вот кто Именно Да Действительно Ну Дебил Исходя Из Определения Майкла Наки Который Считает Что Этнонационалисты Дебилы Решайте Сами Для себя Может Быть Все Может Быть Кто-то Один Может Быть Два Из Трех Но Тем Не Менее Но Тем Не Менее Комментарии Комментарии Тут Уже Излишни Несмотря На То Что Я Считаю Себя Русским Националистом У меня Есть Претензии К русскому К этническому Национализму Тоже Я Вообще Не Считаю Себя Ни Русским Ни Националистом То Етническое Самоопределение Вообще Никакой Роли Не Играет В моем Мировоззрении Мне Мне Важно Абсолютно Не Важно Русские Там Нерусские Я Не Знаю Слушайте А Что На лице У Продюсера Иванова Это Что Такое Похоже Хотя В большей степени Чувак Который Там На видео Присутствовал Не Не Столько Об этом Говорил Ну Может Это Тоже Было Вырвано Из Контекста Но Кто То Был На Этем Виде Не Знаю Опять Таки Любопытная Парадоксальная Вещь С одной Стороны Для меня Этническое Самоопределение Вообще Никакой Роли Не Играет С другой Стороны Для меня Слово Русский Там Я не знаю Или Татарин Или Еврей Не Является Триггером Каким Не Ну Про Апроприацию Кокошников Мне Понравилось Не Ну Если Дочка Бояршинова Наденет Кокошника Это Действительно Будет Культурная Апроприация И Плюс Она Не Очень Органично Будет В нем Смотреться Аплодисменты